У студентки Богданы Черняевой редкое генетическое заболевание – синдром Эллерса-Данласа. В детстве она перенесла четыре операции на черепе. Врачи прогнозировали, что Богдана не сможет ни ходить, ни даже сидеть. Но со временем девушка смогла самостоятельно передвигаться по дому. Правда, на улице без посторонней помощи с коляской ей не справиться. В университет приходится добираться сначала на автобусе, а потом на метро. Несмотря на все неудобства, с которыми приходится сталкиваться по дороге, пары Богдана прогуливает крайне редко. В метро есть охрана, которая встречает меня прямо на остановке у автобуса. На станции садят в вагон, перезванивают сюда на университет. И здесь на университете меня встречают, выводят сюда на улицу. Специальность Богданы – украинская филология. Где будет работать после окончания университета? Девушка пока не определилась. Мне некоторые преподатели говорят, ну, с тем, как вы выбрали филологию, вы можете потом, ну, как бы, через компьютер и переводить, и статьи писать, и всё в этом духе. Я не могу сидеть дома. Я не могу. Извините, простите, больше не могу. Всё. Трудоустройство – одна из основных проблем, с которыми сталкиваются инвалиды в Украине, рассказывает член Харьковской ассоциации незрячих юристов Александр Николайчук. По закону в штате работников всех государственных учреждений должно быть не менее 4% людей с ограниченными возможностями. Однако зачастую работодатели выполняют этот норматив лишь на бумаге. Есть такая проблема, как аренда трудовых книжек, так называемая, когда люди с инвалидностью просто формально, да, трудоустраиваются, там работодатель какую-то сумму выплачивает, да, и работодатель квоты свои закрывает, который закон определяет, и человек с инвалидностью тоже какую-то копейку получает. Сейчас работодатели просто не понимают, да, и не знают вообще, как люди с инвалидностью, в принципе, работать могут, какие нужно для них условия создать. Харьковчанин Максим Веракса – легенда украинского спорта. Десять раз мужчина становился чемпионом мира по плаванию. Сейчас за его плечами 16 мировых рекордов, 8 золотых и 4 бронзовых медали Паралимпийских игр и около сотни наград с других соревнований. Так как мой первый тренер отец является, он в три года привёл меня в этот бассейн, ну, скажем так, моя карьера началась с трёх лет. В 20 лет парню поставили диагноз – полная атрофия зрительного нерва правого глаза. Врачи требовали, чтобы Максим отказался от спорта, но, несмотря на советы медиков, парень продолжал строить карьеру. Плаванием занимается уже 26 лет. Ежедневно на тренировки уходит более трёх часов, рассказывает пловец. Сейчас вместе с тренером готовятся к чемпионату Украины. Ни я не расслабляюсь, ни тренер не даёт расслабления, потому что молодёжь подрастает, и человек, который плыл, скажем так, в средние результаты, может выскочить и быть первым. День защиты прав инвалидов во всём мире отмечают 5 мая. Свою историю эта дата ведёт с 1992 года, когда в 17 европейских странах люди с ограниченными возможностями провели акцию против их дискриминации. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всём мире имеют какую-либо форму инвалидности, что составляет почти 15% населения. В Украине сейчас почти 3 миллиона людей с особыми потребностями. Согласно статистике, мировые показатели инвалидности с каждым годом растут. По словам экспертов, это связано с ростом хронических заболеваний и старением населения земного шара. Тамара Данилова и Алексей Калмык. Объектив. Неделя.